В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Более 1700 обращений в регионе продолжается пик активности клещей. Отдыхать или работать? Чем могут заняться школьники во время летних каникул? Подвиг предков в сердцах навсегда подвели итоги городских конкурсов «Стихи и проза о войне» и «Память поколений». Далее расскажем обо всем подробно. Более тысячи детских лагерей начнут свою работу в регионе с 1 июня. Отдохнуть в них смогут порядка 120 тысяч детей, сообщил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов в телеграм-канале. В Сарове разными формами отдыха планируют охватить около 25 тысяч детей. Летом будут работать загородные детские лагеря «Березка», «Лесная поляна» и лагерь имени Гайдара. Одна смена будет организована на базе школ в лагерях с дневным пребыванием. Спортивные школы проведут учебно-тренировочные сборы, учреждения дополнительного образования, летние, краткосрочные образовательные программы. В рамках проектов «Дворовая практика» и «Спорт в каждый двор» запланированы конкурсы, челленджи, квест-игры, занятия социальной активности, марафоны полезных привычек, походы, экскурсии и спортивные мероприятия. Не только отдыхать можно летом. Современные школьники получают множество возможностей подзаработать. Подростки могут попробовать себя в роли аниматоров, курьеров, официантов, могут распространять листовки, прибирать улицы. Но для детского труда есть и ряд ограничений. Об особенностях трудоустройства несовершеннолетних – наш следующий репортаж. Каникулярное летнее время для многих подростков – отличная возможность подработать, чтобы получить свои личные карманные деньги и больше не просить у родителей. Плюс ко всему на работе можно завести новые знакомства, набраться опыта и знаний у старших коллег. Для подростков есть много направлений. Можно попробовать себя в роли аниматоров, курьеров, официантов. Некоторым организациям требуется человек, чтобы распространять листовки, убирать территорию или присматривать за животными. Трудоустраивать несовершеннолетних работодатель обязан согласно Трудовому кодексу. Строгое правило – подростков нельзя принимать на работу с вредными или опасными условиями. Также школьникам не устанавливают испытательный срок, а на работу принимают только после предварительного медосмотра за счет работодателя. В дальнейшем медосмотр нужно проходить ежегодно до 18 лет. С подростком не заключают письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности. Заключать трудовой договор на выполнение легкой работы подростки могут самостоятельно с 16 лет. Трудиться можно в свободное от учебы время, а также после получения общего школьного образования. Дети с 14 лет могут пойти работать только с согласия родителей и органов опеки. В этом случае договор подписывают и взрослые. Несовершеннолетнему запрещено поднимать тяжести за пределами допустимых нагрузок при подъеме вручную. Нельзя работать сверхурочно, в выходные и праздничные дни, в ночные смены, а также отправляться в командировки. Запреты не распространяются на творческих работников и на спортсменов. Если ребенок от 14 до 16 лет не учится, то его рабочий день составляет 4-5 часов, а от 16 до 18 лет – 7 часов в день. Отдельно в Трудовом кодексе прописаны часы работы для ребят, которые совмещают учебу и работу. От 14 до 16 лет – это 2,5 часа в день, а от 16 до 18 лет – 4 часа. В Сарове молодежная биржа труда тоже начала принимать заявления на трудоустройство школьников. Рабочие места предоставляют несколько организаций – ЖЭК, ДЭП, Горводоканал, Товарная база. Мы ребят направляем на работу именно в эти организации. В основном это благоустройство территорий, то есть уборка территории, кусты подрезать, траву убрать. То есть что-то вот такого плана. Заключение договоров будет на 2 недели, там с 1 по 15, допустим, число, либо потом с 16 по 30 и 31 число. И вот в 3 месяца вот такая разбивка будет по 2 недели. Для приема на работу нужно подать заявление и принести в молодежный центр пакет документов, оригинал и копию паспорта, СНИЛСА, ННН, расчетный счет Сбербанка, медицинскую справку от педиатра формы 086У, согласие родителей, для подростков 14-15 лет, согласие органов опеки и попечительства, справки по телефону 99-112. Три случая заражения корью выявили в Нижегородской области. Все они завозные из других регионов. Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия, в том числе прививки тем, кто контактировал с больными корью. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. С 1 июля в российских поликлиниках будут работать психологи, заявил глава Минздрава. Теперь люди, в том числе участники СВО, смогут получить комплексную помощь специалистам. Для этого уже принят порядок, проводят тестирование. К 1 июля порядок вступит в силу. Нижегородская область заняла 13-е место в рейтинге по социально-экономическому положению по итогам 2022 года. Исследования среди регионов Российской Федерации провели эксперты агентства РИА Новости. При составлении рейтинга эксперты учитывали экономическую активность граждан и их благосостояние. Доходы бюджета, уровень безработицы, ожидаемую продолжительность жизни и другие факторы. По итогам за 2022 год Нижегородская область набрала 60 с лишним баллов и оказалась на 13-м месте рейтинга. В сравнении с показателями 2021 года регион поднялся на две позиции в списке. Отметим, лидерами рейтинга по итогам 2022 года стали Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Вознаграждение за сознательность. Первый нижегородец, сообщивший о пьяном водителе в Кстове, получил 2000 рублей. Напомним, теперь можно позвонить в 112 и сообщить, что вы заметили на дороге пьяного за рулем. Если эта информация окажется достоверной, то через 10 дней вам на карту поступит денежное вознаграждение. Санкт-Петербург 7 марта зафиксировали первый случай присасывания клеща. Для нашего региона это рекордно ранний срок. Всего же в области зафиксировали уже более 1700 обращений укушенных паразитами граждан. И пик активности членостоногих только нарастает. Большая часть обнаруженных клещей исследованы. Среди результатов 4 клеща содержат антиген энцефалита, порядка 260 – боррелиоза. Если переносчиков энцефалита в Сарове нет, наш город не эндемичен по этому заболеванию, то паразитов с боррелиозом выявляют и у нас. Серьезное заболевание может иметь последствия в дальнейшем, когда, не получая антибиотикопрофилактику или какое-то специфическое антибиотико-лечение, возможно, хроническое течение болезни, когда поражается нервная система уже в дальнейшем. Главные боли, боли биферические в мышцах, в конечностях и так далее. Главная защита от развития боррелиоза – антибиотиковая профилактика. Провести ее необходимо оперативно в течение первых дней после укуса зараженного клеща. Поэтому так важно сразу же после того, как вы обнаружили на себе паразита, обратиться в медучреждение. Конечно, удалить клеща можно и самостоятельно, но в этом случае вы рискуете повредить его, усугубив тем самым ситуацию. Если клещ глубоко впивается, у вас там останется голова. А возбудитель проникает вот именно уже только тогда, уже даже тогда, когда он только впился, что называется, в кожу. И чем глубже он уходит и чем дальше он там находится, тем больше возбудителей, если их заражен вместе с слюной этого клеща, попадет в организм человека. Желательно, конечно, рекомендуют обращаться в медицинские учреждения специализированные. Специализированные удалят этот клещ, отправят его на исследование, дождаться результатов исследования. В Сарове клещей исследуют две лаборатории. В клинической больнице номер 50 и Центре гигиены и эпидемиологии. Исследования платные, но необходимые. Своевременная профилактика защитит от возможных последствий боррелиоза. А вот от энцефалита поможет вакцинация. Важно задуматься о ней, если вы планируете поездки по области или за ее пределами. Только в нашем регионе 15 районов, эндемичные по заболеванию клещевым энцефалитом. По стране таких очагов сотни. В зависимости от того, какая вакцина будет применяться, состоит из двух или трех инъекций. Но надо помнить, что иммунитет антитела, то есть иммунитет у человека в организме в виде антител, появляется только через две недели после введения второй дозы вакцины. Актуальным остаются и меры так называемой неспецифической профилактики. Плотная светлая одежда, репелленты, прогулки подальше от кустов и высокой травы. Конкурс «Предприниматель года» в Сарове проводится 10 лет. В этом году в нем принимают участие более 50 человек. Среди них специалисты сферы рекламных услуг, салонов красоты, представители эвент-индустрии и другие. Два года подряд в конкурсе принимают участие не только индивидуальные предприниматели, но и самозанятые саровчане. Цель этого конкурса, прежде всего, транслировать лучшие практики предпринимательской деятельности. Мы с каждым годом рады, что число участников конкурса увеличивается. И мы очень заинтересованы в том, чтобы предприятия рассказывали о себе. Этот конкурс для популяризации, для того, чтобы показать саровчанам, насколько разнообразно у нас предпринимательское сообщество и насколько оно активно. Всего в конкурсе 8 номинаций, 4 из них новые. Например, «Добрый бизнес» для тех, кто занимается благотворительностью. «Вкусный бизнес» для тех, кто угощает изысканными блюдами. Особые значения организаторы придают номинации «Взгляд в будущее». Эта номинация для нас особенная. Она включает в себя и тех, кто работает с детками, кто развивает чьи-то навыки. И причем не только с детками, но и со взрослыми. Это развитие способностей, творчества, арт-бизнес. Проголосовать за понравившегося предпринимателя вы можете на странице Центра поддержки предпринимательства во Вконтакте. В каждой номинации необходимо отметить одного конкурсанта. По словам Евгении Калачевой, уже проголосовало около 2,5 тысячи человек. У нас победители определяются не только по результатам голосования по этим восьми номинациям, но и определяются победители от экспертного совета. Из числа участников, подавших заявки в каждой номинации, будет также определен победитель по мнению экспертного совета. Голосование за лучшего предпринимателя года продлится до 17 мая включительно. У вас осталось совсем немного времени, чтобы поддержать бизнесменов. Итоги конкурса подведут в конце мая на традиционном концерте, посвященном Дню предпринимательства. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Воспитанники детских садов, школьники и педагоги через творчество рассказали о войне. Трогательные произведения они представили в городских конкурсах стихи и прозы о войне и память поколений. Стихотворения, рассказы и рисунки никого не оставили равнодушными, а авторов лучших работ наградили во Дворце детского творчества. На муниципальный этап городского конкурса «Стихи и прозы о войне» в рамках проекта «Память в сердце» учитель 15-го лицея Игорь Львович Верещагин прислал стихотворение собственного сочинения. История его написания удивительная. Игорь Львович вместе со школьниками ездит по местам боев в различные области России, ищет погибших солдат, перезахоранивает, устанавливает их имена. Однажды знакомые Игоря Верещагина обнаружили останки женщины-бойца. И при ней была длинная русая коса. Вот я был там, был там на этом месте, понимал вот это все, думал об этом. Ну а потом, несколько позже, наверное, все это уложилось в голове, и пришли слова, пропущенные через душу, пропущенные через сердце. Ну, что называется, как чувствовал, так оно и написалось. Так появилось стихотворение о горькой судьбе женщины на войне. Учитель лицея номер 15 стал победителем конкурса в группе педагогов. На муниципальный этап четвертого городского конкурса «Стихи и проза о войне» поступили 87 видеороликов. 75 лучших отобрали для трансляции на разных каналах Саровского телевидения. В выразительном чтении произведений участвовали также воспитанники детских садов и школьники. На торжественной церемонии награждения прозвучало и стихотворение в исполнении Калерии Механошиной, ученицы школы номер 12. Я записала стихотворение Ольги Киевской, баллады о матери. Она мне была по душе, и когда я его рассказывала, у меня были эмоции, как будто это происходит наяву. И я подумала, что это стихотворение отлично подойдет. Я сочиняю стихотворение тоже о войне. Есть еще стихотворение о семье. Также на сцене Дворца детского творчества наградили юных художников, участников конкурса рисунков «Память поколений». Городской проект «Память в сердце» реализуется с 2018 года. Идея проекта принадлежит активистам Союза детских организаций «Сияющие звезды». Потом подключился Союз старшеклассников «Статус», «Педагоги и родители». Помимо конкурсов, в рамках проекта ребята участвуют в городских мероприятиях, приуроченных к 9 мая, записывают интервью с ветеранами Великой Отечественной войны. У нас есть давние наши товарищи, союзники, единомышленники, партнеры, которые помогают нам с призами. Потому что в этом году, например, 88 призов за стихи. Там одно только было прозаическое прочтение, а 87 стихов. Призы нам подарил Алексей Морозов, футург-уководитель военно-исторического общества в 1945. Лучшие рисунки Департамент культуры и искусства отберет в качестве основы для открыток ветеранам. Еще часть работ украсит остановки города. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА